В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Чума 20 века. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Время выбрало нас. Молодежный форум состоялся в онлайн-формате. Саровская ракетка. В центре внешкольной работы прошел турнир по настольному теннису. Далее расскажем обо всем подробно. Россия еще не вышла на плато эпидемии. Как считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТ Павел Волчков, при хорошем раскладе это случится лишь в конце декабря. По его словам, сейчас наблюдается увеличение количества инфицированных, но ситуация все равно контролируемая. Какого-то драматического прироста нет. Волчкова добавил, что развитие ситуации с коронавирусом зависит от того, как россияне отпразднуют Новый год. Учитывая, что многие отмечают его в кругу друзей, это может увеличить число инфицированных. По всей стране принимают меры для сдерживания распространения инфекции. Так, отраслевой оперативный штаб Росатома отменил с 1 декабря до 17 января очные праздничные мероприятия. Работникам рекомендовано с 20 декабря по 17 января выдержаться от выезда за пределы своего региона и за пределы Российской Федерации. Если сотрудники все-таки отправятся на отдых за пределы страны, то по возвращении до выхода на работу нужно будет сделать два теста с промежутком в трое суток. Оба результата должны быть отрицательными. Либо можно дождаться истечения двухнедельного срока самоизоляции со дня прибытия. Период самоизоляции и время ожидания результатов тестирования за счет ежегодного оплачиваемого отпуска или неоплачиваемого отпуска. Организация может самостоятельно определить, может ли сотрудник работать удаленно в этот период. И это решает руководитель. В течение двух недель с даты выхода на работу необходимо проводить мониторинг состояния здоровья, регулярное измерение температуры, периодическое экспресс-тестирование на COVID-19. За минувшие сутки в России зарегистрировали 26 402 новых случаев заражения. 462 из них в Нижегородской области. В Сарове заболели еще 187 человек. 13 соровчан госпитализированы в тяжелом состоянии. У 216 средняя степень тяжести. За день от COVID-19 умерли еще 4 жителя города. Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день профилактики ВИЧ-спид. Это заболевание зарегистрировали в 1981 году. Сегодня, спустя почти 40 лет, по подсчетам Всемирной организации здравоохранения, на планете живет около 40 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией. За последние 30 лет от СПИДа умерло около 32 миллионов человек. О ситуации со распространением ВИЧ в нашем регионе мы поговорили с активистами спеццентра Нижнего Новгорода. Чума 20 века или болезнь асоциальных элементов. В народе СПИД носит много названий. Долгие годы общество демонизировало этот вирус. И несмотря на активную просветительскую работу среди населения, заболевание продолжает обрастать мифами, легендами и предрассудками. В частности, о бытовых путях заражения. В быту заразиться ВИЧ-инфекцией очень сложно, если нет прямого контакта с кровью. То есть, можно пользоваться одними и теми же полотенцами, столовыми приборами, чем угодно. Ничего из-за этого не произойдет. Можно, грубо говоря, целоваться с человеком и рукопожатиями использовать. ВИЧ-инфекция так не передается. Этого не нужно бояться. Существует три способа заражения ВИЧ. ВИЧ вертикальный от матери к ребенку, контакт с кровью зараженного и незащищенный половой акт, рассказывает Максим Телялев. Если человек знает о своем ВИЧ-статусе и принимает все необходимые препараты, то риск передачи инфекции сводится к минимуму. ВИЧ-положительный человек, у него есть такой показатель, как вирусная нагрузка. Это количество вируса на миллилитр крови. И если он принимает антиретровирусную терапию, ну то есть препараты, которые выдаются бесплатно в центре СПИДа, с течением времени, у него эта вирусная нагрузка падает до нулевого уровня, и он становится непередающим, так называемый неопределяемый, равно непередающий. Активист СПИД-центра в Нижнем Новгороде Николай Романов уже пять лет консультирует людей, которые приходят анонимно узнать свой ВИЧ-статус. В центре любой желающий может сдать бесплатный экспресс-тест. Моя задача в данном случае подготовить людей к тесту, то есть идет первичная консультация до тестового консультирования, где я объясняю какие-то основные моменты, пытаюсь изучить, насколько человек информирован, и восполнить недостающие знания, подготовить человека к любому результату теста, потому что если человек не готов к любому результату, то, может быть, стоит поговорить еще. Сейчас в Нижегородской области проживает около 19 тысяч ВИЧ-инфицированных. В среднем ВИЧ-положительный статус у каждого 162-го нижегородца. Важно определить заболевания на ранних стадиях, поэтому тест на ВИЧ рекомендуют сдавать два раза в год. 1 декабря в жизни россиян произошли очередные изменения. Новшество касается информирования о льготах, маркировки музыкальных инструментов и цифрового нотариата. Теперь россияне, которым положены льготы, будут получать уведомления о том, какими мерами социальной поддержки они могут воспользоваться. Информировать будут при помощи порталу Госуслуг и по телефону. Также с декабря медработники смогут подать через портал Госуслуг жалобу об отсутствии выплат. Речь идет о социуплате за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, которая назначена с 1 ноября 2020 года новым постановлением правительства. По результатам рассмотрения жалоб организуют проверки. С 3 декабря в России становится обязательной маркировкой редких музыкальных инструментов. Чтобы получить разрешение на временный вывоз инструмента, представляющего культурную ценность, придется поставить на него уникальную метку и оформить специальный паспорт. Документ оформляет Министерство культуры России. Срок его действия – 10 лет. В конце месяца с 29 числа вступает сила поправки о цифровом нотариате. С этой даты станут возможны дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. К примеру, можно будет переоформить квартиру, которая находится в другом регионе. В случае возникновения сомнений нотариус сможет идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы. 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. К этой дате «Теплый дом» проводит онлайн-акции в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья «Я с тобой». Принять в ней участие может каждый желающий. Самое главное – желание творчески поддержать особенных детей. С 1 по 11 декабря можно прислать фотографии рисунков и поделок с пожеланием ребятам-инвалидам. Подробности в группе «Теплого дома» ВКонтакте. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан старше 18 лет приглашают присоединиться к волонтерскому движению «Мы вместе». Ежедневно добровольцы оказывают помощь людям, находящимся на карантине, и пожилым пенсионерам. Доставляют продукты, лекарства, выкидывают мусор, гуляют с собаками. Заявок сейчас много, идет рост числа заболевших, уходят на карантин и сами волонтеры. Людей не хватает. Присоединиться к акции «Мы вместе» можно, позвонив по телефону 99-113 и 9-77-77. Телефон координатора волонтеров, выгуливающих собак – 8-903-040-88-60. 25 декабря Саровский драматический театр открывает 72-й театральный сезон. Зрители ждут две новогодние премьеры. Веселая комедия положения «Игра в любовь» по пьесе Марка Камалетти и «Голубая стрела» по мотивам сказки Джани Радаря. Маленьким зрителям покажут сказку «Котенок Гав». 1 декабря началась продажа билетов в кассе театра. Онлайн-продажи стартуют чуть позже. Согласно указу губернатора, находиться в театре можно только в маске. Рассадка в зале с учетом социальной дистанции. На входе зрителям измерят температуру. Также из новшеств не будет работать гардероб и буфет. Православный волонтерский центр «Радость моя» организует сбор хозяйственных товаров и продуктов питания для Потьминского дома-интерната. Учреждению требуется аскорбиновая кислота, противовирусные препараты, макосины любого размера, кухонные ножи, овощерезка, швабры, веники, ложки, чашки, подносы, блендер, чистящие средства, краска для стен, пшено и сахар. Приносить пожертвования можно на гуманитарный склад на улицу Пушкина, 24А, во вторник и четверг с 17 до 19 часов, в субботу с 9 до 12. На пакетах сделать пометку Потьма. Телефон для справок 8 904 044 24 04. Ориентировочный срок отправки вещей 20 декабря. В Сарове прошел молодежный форум «Время выбрало нас». В этом году из-за ограничений основные действия перенесли в онлайн-формат. Активисты общественных объединений представили свои идеи развития города. Часть проектов будет реализована при поддержке городских властей. Подробности далее. Подкасты, арт-объекты и даже киберспорт. В Молодежном центре подвели итоги традиционного форума «Время выбрало нас». Его участниками стали ребята, готовые не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь. Они представили на сот-жюри 14 проектов, каждый из которых призван обогатить наш город. Сделать его жизнь ярче и интереснее. В условиях непростой эпидобстановки форум решили провести в дистанционном формате. Наши учреждения уже давно работают в онлайне, проводят свои акции, мероприятия, конкурсы. И давным-давно уже основную свою деятельность перенесли в интернет. А что касается формата городского мероприятия, где принимают участие различные учреждения, различные слои населения, это сделать в несколько раз сложнее, но мы со своей задачей справились. Форум длился три дня. В первый, 27 ноября, решали технические и организационные вопросы. Оставшееся время поделили между работой над самими проектами и образовательным блоком, которые посвятили навыкам презентации. В нынешних реалиях просто предложить идею уже недостаточно. Проект нужно правильно составить и преподнести. Мы бы хотели, чтобы наш форум был, так скажем, тем трамплином, той очень удачной стартовой площадкой, на которой они реально получат качественную обратную связь, профессиональную. Поймут, что у них в проекте не так, поймут, что у них в проекте так, поймут, что, может быть, эта идея вообще не имеет места быть. Или у них родятся новые идеи. И мы не хотим, чтобы наш форум был, так скажем, точкой, что все, получили поддержку, закрыли. Хочется, чтобы он стал не логической точкой, как в предложении, а точкой входа в новую систему как раз грантовой политики Федерального агентства Росмолодежи. В номинации «Добровольчество» больше всего голосов получил проект «Добрый Саров» Муниципального ресурсного добровольческого центра. В номинации «Молодежные медиа» лучшие признали идею запустить собственный подкаст Саровского физико-технического института. В номинации «Поддержка семьи» жюри остановилось на проекте «Зато семья молодежного центра». В номинации «Патриотическое воспитание» лучшим стал проект «Память о победе детских организаций «Статус» и «Сияющие звезды». И, наконец, в новой номинации «Софт-скилз» первое место присудили идеи создать в городе арт-объекты, связанные с историей атомной отрасли и именами ученых-ядерщиков. Какие бы испытания ни подбрасывала нам жизнь, а новогодние праздники всегда были и остаются символом единения семьи и сохранения семейных традиций. Библиотека имени Пушкина призывает горожан начать создавать новогоднее настроение уже сейчас. Для этого библиотекари запускают арт-марафон книжных иллюстраций «Зимняя сказка». Принять в нем участие могут дошкольники и ученики начальных классов. Подробности далее. Дорогие ребята, приглашаем вас познакомиться с нашими книжными зимними историями. Наступил декабрь, а значит скоро начнутся предпраздничные хлопоты. Городская детская библиотека имени Пушкина уже сейчас трудится над созданием новогоднего настроения у саровских малышей. 1 декабря для них стартовал арт-марафон книжных иллюстраций «Зимняя сказка». Мы предлагаем всей семьей почитать самые разные зимние сказки и классические, такие как «Снежная королева» или «Щелкончик», или что-то из новой литературы. А затем ребятам на отдельные цитаты. Из этих книг нарисовать свои иллюстрации, то есть проиллюстрировать эти книжки самые запоминающиеся моменты. В марафоне могут принять участие дети от 5 до 12 лет. Работы юных саровчан будут принимать до 25 декабря. А в январе в библиотеке пройдет выставка иллюстраций. Ну а все участники вот этого арт-марафона получат электронные сертификаты участников, руководители детских работ, благодарственные электронные письма. Так что будем очень рады участию всех наших ребят, при поддержке, конечно же, взрослых. Ждем вашей работы. Свои иллюстрации дети могут принести лично или прислать в отсканированном виде на электронный адрес библиотеки с пометкой «Арт-марафон. Зимняя сказка». В клубе «Здоровье» прошел турнир по настольному теннису «Саровская ракетка». Эти соревнования ежегодные. Обычно на них приезжают спортсмены из других городов, но в этом году из-за пандемии свои навыки смогли показать только воспитанники Центра внешкольной работы. Подробности в следующем репортаже. Короткий инструктаж, предматчевая разминка, и ребята из Центра внешкольной работы занимают боевые позиции. В считанные секунды зал взрывается знакомой мелодией. Ее безошибочно узнает любой, кто хоть раз держал в руках прорезиненную ракетку. Ритм, который выстукивает маленький белый шар, то и дело сбивается. Отмечают триумф одного и горечь неудачи для другого спортсмена. Как говорили в одном известном фильме, должен остаться только один. Соревнования называют «Саровская ракетка». У нас они традиционные соревнования. Они у нас всегда проходили в масштабе междугороднего турнира. Но в связи с обстановкой, которая у нас в стране, сейчас мы проводим только для своих ребят. И только для ребят, которые занимаются в нашей группе. Секция настольного тенниса в центре внешкольной работы объединяет как старших ребят, среди которых уже есть кандидаты в мастера спорта, так и совсем юных воспитанников. Если для одних турниры давно стали привычным делом, начинающим теннисистам только предстоит узнать, что такое матч на выбывание. Впрочем, сами ребята относятся к этому проще. Для них это прежде всего возможность хорошо провести время. Просто интересно поиграть, узнать силы свои. Мне просто это приносит удовольствие. Интересно, насколько я хорошо играю между другими игроками. Как и любой серьезный спорт, настольный теннис весьма требователен тем, кто хочет добиться в нем каких-то результатов. Сам по себе рецепт успеха прост, но включает в себя довольно редкие ингредиенты. Трудолюбие. Это самое главное качество спортсмена. Трудолюбие. И целеустремленность. Вот если это и есть качество, то как тренер я помогаю развить ему и научить его здорово играть. Настольный теннис – один из самых доступных на сегодняшний день видов спорта. Он не требует ни дорогого оборудования, ни сложной экипировки. Ребят, которые хотят попробовать себя в чем-то новом, испытать свои силы или просто найти интересное и увлекательное хобби, ждут в Центре внешкольной работы. У нас набор секции с 7 лет. С 7 лет. Девочек и мальчиков. Так что я приглашаю всех желающих научиться играть на настольный теннис, приходить и записываться нам в Центр внешкольной работы. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова